Единственная страна в мире, которая не проиграла, а выиграла в результате Второй мировой войны, которая не проиграла, а выиграла в результате всех войн за последние сто лет, которая уже была бы разрушена, ее экономика действительно была бы разорвана в клочья, если бы ее не выручила Вторая мировая война, это Соединенные Штаты Америки. Эта страна наконец-то перестала притворяться. Посмотрите, что заявил ее лидер, и обалдейте от этого цинизма. В момент беспрецедентного насилия и страданий на Украине, в Израиле, секторе газа и во многих других местах трудно представить, что возможно что-то иное, но мы никогда не должны забывать урок, извлекаемый снова и снова на протяжении всей нашей истории. Великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу. То есть теперь они цинично признают то, о чем мы рассказывали во всех эфирах последние лет до цать. И вся либерота нам не верила, и вас призывала не верить, и говорили, что мы чокнуты. Мы в теорию заговора верим, когда мы говорили, что они это делают, потому что им выгодно, потому что для них война это инвестиции. В 39-м началась Вторая мировая. И можно было производить пушки, производить танки, печатать доллары, обеспечивать работой своих граждан, платить им больше и любоваться на то, как весь остальной мир катится в тартарары, пока ты богатеешь и вылез из этого болота. Чем больше будет войны, чем больше будет смертей. Чем больше погибнет украинцев, тем больше погибнет русских. А чем больше погибнет и украинцев, и русских, тем больше долларов заработает вот эта вот замечательная страна, которая кормится войнами все последние сто лет своего существования. И только войны являются гарантией, опорой и финансовой, экономической основой ее существования. И то, что происходит сейчас в газе, происходит поэтому. Потому что газа это тоже не про любовь к искусству, как говорится, и не про любовь никому, и даже не про ненависть никому, а про любовь к денежкам. Банально, банально, как все на земле, к сожалению. Любовь к денежкам. Ну и хорошая новость на этой неделе потрясла мир и потрясла меня. Красивая женщина. Настоящая красивая женщина. 23 года, с тонкой талией, с большой грудью, с обалденной совершенно улыбкой. Я, как вы понимаете, мать троих детей глубоко замужняя женщина. Никаких таких эмоций к женщинам не испытываю. Ну приятно же посмотреть. Посмотрите, какая красавица. Вот эта красавица в неравной, в чудовищной неравной борьбе на конкурсе «Мисс Вселенная» чудом обошла. Мало того, что украинку, она обошла еще и трансгендера. Полюбуйтесь на него. А теперь полюбуйтесь на красавицу. Может быть, это в последний раз в жизни, в последний раз в человечестве, когда все-таки искорка разума победила. Несмотря на то, что украинская девчина вышла с неким младенцем, который по общему признанию больше похож на голову свиньи, для того, чтобы каким-то вот таким образом продемонстрировать, что она защищает украинских, что ли, младенцев от России. Несмотря на нее, несмотря на трансгендера, девочку вот эта замечательная, чудесная победила, запомните этот момент. Может, до конца времен мы с таким чудом больше и не столкнемся.